Привет! Сегодня буду работать в Дарлинг. Видео в этот раз будет немного подробнее, чем обычно. Я буду не только перечислять, что делаю, но и показывать маленькие кусочки процесса, кроме разве что шитья, потому что это долго и муторно. Я начинаю работать с головы. В первую очередь максимально коротко застригаю волосы. После этого подставляю голову под горячую воду, чтобы размягчить резину и снимаю голову с тела. После этого заливаю голову кипятком, чтобы клей внутри размягчился и можно было избавиться от клея волос внутри головы. Делаю я это с помощью плоскогубцев и отвертки. С помощью ацетона и ватного диска я убираю фабричный макияж и краску с головы. Для труднодоступных участков вроде куб можно использовать ватную палочку и спокойно мять голову, как вам хочется. Ничего с ней не будет. После этого я беру акриловые краски и замешиваю цвет более менее близкий к цвету пряжи, которой я планирую прошивать голову. Я делаю два слоя и оставляю голову сушиться, желательно на сутки. А в это время занимаюсь телом. Я использую меламиновую губку, чтобы упирать глянцевый слой с тела, чтобы сцепление между лаком и материалом было лучше. Я думаю, нужно использовать что-то более жесткое, но у меня есть только губка. После этого хорошенько мою тело хозяйственным мылом. Даю высохнуть и покрываю его сначала слоем клира, а затем монтаной. Думаю, стоит немножко поговорить о лаках и почему я использую два. Дело в том, что клир можно использовать как для резины, так и для пластика, но с пластика он может легко отколоться. Поэтому закреплять им шарниры практически бессмысленно. Чтобы это дело исправить, я использую монтану, но здесь есть другая проблема. Монтану нельзя использовать на резине. Я не знаю, со всеми куклами так или нет, но у этой Дарлинг не снимаются руки, только кисти. Поэтому я сделала рукавчики из пластика и скотча, чтобы максимально закрыть руки, но при этом оставить локтевой шарнир. Надеюсь, он не будет сильно липнуть в будущем. После того, как лак подсохнет, я использую сухую пастель красного, бежевого, голубого и фиолетового цветов для блажа тела. Чтобы все это закрепить, я опять-таки покрываю тело сначала слоем клира, а затем монтаной. На втором слое с помощью акриловой краски и акварельных карандашей я рисую сосочки и добавляю тату. Одна из них была посложнее, мне нужен был доступ получше, поэтому снимать ее я не стала. Так как руки я больше не трогала, я покрываю грудь и тату монтаной. Затем разгибаю колени, сгибаю локти и делаю все то же самое со спиной. Процесс довольно муторный, но самую малость интересный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этот раз я прошиваю голову акриловыми нитками. Процесс прошивки я подсмотрела вот здесь, только вместо проволоки использую иконку. Подготовка и сама прошивка занимают несколько часов. Процесс этот довольно муторный, но иногда прошивать мне даже нравится. Продолжение следует... Когда прошивка закончена я хорошенько вычесываю волосы и выпрямляю их с помощью обыкновенного человеческого упрямителя для волос, после чего мою их с кондиционером. Чтобы привести волосы в порядок можно использовать смесь воды из ПВА, но я использую обычные человеческие мозги для укладки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Укладкой я обычно занимаюсь, когда уже все готово, а пока просто заматываю волосы пленкой, чтобы защитить их от клира. Затем, как обычно, покрываю лицо двумя-тремя слоями клира. Для макияжа использую сухую пастель, акварельные карандаши и синтетические кисточки. Лишний раз напомню, что перед использованием клира нужно хорошенько его встряхнуть, особенно если у вас новый баллончик. Мой уже почти закончился, поэтому я потрясла его секунд 10-15 и для хорошей базы хватило двух слоев. Для собственной безопасности обязательно одевайте респиратор и перчатки. Использовать его нужно на расстоянии вытянутой руки в течение нескольких секунд, иначе слой будет слишком толстый, он не высохнет и останется глянцевым. Мне на самом деле очень больно смотреть видео, где люди явно неправильно используют клир, либо слишком близко его распыляют, либо слишком долго распыляют. В итоге клир потрачен и результат так себе, потому что по такому неправильному слою очень сложно что-то нормально нарисовать. Знаю это по собственному опыту, потому что я тоже допускала такую ошибку в свое время. Я стараюсь работать над обеими сторонами лица сразу, чтобы все вышло более-менее симметрично. Ну а так, сам процесс наглядно видно. Если вдруг у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Одежду я оставляю напоследок. Раньше я не особо задумывалась над образами и шила в итоге что-то наобум. Но в последнее время я стала делать простенькие наброски с прической, тату и одеждой, которую хочу сделать. И в итоге остается просто подобрать ткани и помучаться с выкройками. Шитье дается мне довольно сложно, и я до сих пор не уверена стоит ли оно вообще того. Над одеждой для этой дамы я работала не один час, но в принципе результатом я довольна. Плюс теперь у меня есть более-менее нормальные выкройки, в будущем мне придется мучиться меньше. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и на этом все. Это Дама на продажу. Если вам вдруг интересно, ссылку я оставлю в описании. Надеюсь, такое более развернутое видео вам понравилось. В дальнейшем, думаю, я не буду вдаваться в подробности, если только не сделаю чего-то необычного, что не упомянуло здесь. Так что да, на этом все. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok